Хорошо, коллеги, давайте начнем, точнее продолжим наш сегодняшний рассказ про линейку оборудования ЦИСКО и различные технологии. Меня зовут Павел Родионов, я системный инженер-консультант компании ЦИСКО Системс и я занимаюсь нашими решениями в области информационной безопасности. Сегодня я вам расскажу про наши новые решения про безопасность и про наши новые фаерволы. Мы решили начать рассказ именно с фаерволов, потому что практически при построении любой сети, что бы мы ни говорили, что бы мы ни ставили, но все равно вопрос о том, как защитить сеть, первое, что приходит на ум, это межсетевой экран. Фаервол, который должен выполнять большое и широкое количество функций безопасности. И начну я, пожалуй, сначала. Что первое появилось? Коллеги, кто из вас помнит, как назывался первый цисковский фаервол? О, прекрасно. Очень многие помнят. А второй? Тоже прекрасно. Очень многие помнят. Несмотря на то, хочу заметить, что Пикс был полностью снят с продаж и срок действия End of Life наступил уже порядка 10 лет назад. То есть 10 лет нет этой модели на рынке, но 10 лет она существует. Действительно, мы начали с Пикс фаервола, который был анонсирован в 95-м году. Через 10 лет после анонса Пикс мы поменяли линейку оборудования и представили АСА-фаервол. То есть прошло 10 лет. АСА-фаервол заменил у нас Пикс фаерволы. Это было новое железо, но в целом работающее примерно на том же самом софте. То есть примерно был тот же самый функционал, все та же самая командная строка, тот же самый функционал управления. Постепенно туда добавлялись новые функции. Несколько лет назад начала меняться общая концепция безопасности сети. И на рынок вышли первые производители так называемых межсетевых экранов нового поколения. Вкратце, это возможность создания правил доступа для пользователей сети не на базе достаточно никому, ничего не говорящих, IP-адресов или же адресов портов, а описание правил более-менее понятным человеческим языком. Не запретить сети 1 коммуницировать сетью 2 по порту 80 и 443? Нет. А сказать, что у нас вот такой-то пользователь Василий Пупкин, принадлежащий группе контракторы, он не имеет права использовать Skype для доступа на внешние ресурсы. Согласитесь, второй намного проще. Появление подобных правил ознаменовало собой новую эру появления межсетевых экранов нового поколения. И мы начали разрабатывать свои собственные межсетевые экраны нового поколения. Первые из них это была возможность запуска новых сервисов на ASA Firewall. ASA с сервисами Firepower. И, наконец, мы закончили разработку полностью нового межсетевого экрана, который называется Firepower Next Generation Firewall. Чем они отличаются? Привычный ASA Firewall. Привычный ASA Firewall имеет большое количество функций, связанных с поддержкой сегментации трафика, связанных с VPN-ами. Умеет анализировать протоколы, прекрасно работает в центрах обработки данных, имеет великолепный функционал с точки зрения отказоустойчивости и надежности распределения нагрузки. Вы можете построить пару из ASA Firewall с мгновенным переключением трафика без потери какого-либо трафика. Вы можете развернуть его в СОДе в прозрачном режиме. Опять же, избежав возможных потерь пакетов, вы можете его легко масштабировать с помощью кластеризации. ASA с сервисами Firepower. На самом деле, архитектура нашего традиционного ASA Firewall предусматривает то, что внутри него может работать дополнительная виртуальная машина. И вот на базе этой виртуальной машины мы получили возможность развернуть еще один небольшой межсетевой экран, который называется Firepower. И вот это решение у нас идет как ASA с сервисами Firepower. Все еще доступно на рынке, поддерживает как функционал ASA, так и новый функционал межсетевого экрана. И, наконец, новое решение под названием Firepower Threat Defense. Firepower Threat Defense включает в себя весь функционал ASA Firewall, который вы знаете. Это и высокая доступность, это и традиционный функционал сегментированной сети. Это, разумеется, Stateful Firewall, поскольку без этого нельзя. Это и возможность работы в режиме маршрутизатора, но он же в себя включает соответствующие механизмы предотвращения вторжений, возможность фильтрации запросов и контроля доступа пользователей к интернет-ресурсам, построение детальных политик доступа с учетом идентификации, а также глубокие возможности с точки зрения аналитики трафика. При разработке этого решения мы решили не изобретать велосипед. Мы взяли хорошо зарекомендовавший себя Soft, ASA, и добавили в него, интегрировали в него дополнительный функционал в виде одной общей операционной системы. Это сейчас и традиционный Firewall, он может работать как традиционный межсетевой экран, и функционал межсетевого экрана нового поколения с одним единым общим конвергентным набором политик. Разработка новая, она у нас появилась, по-моему, примерно где-то год назад. Сюда активно добавляются новые функции, не все функции еще доступны, которые были в старой осе. Собственно, одна из ключевых функций, было у нас две недоступных функции до недавнего времени. Были недоступны Remote Access VPNы. Они появились. Сейчас он поддерживает все, что было на осе с точки зрения Remote Access VPNов. И были недоступны контексты. Вот традиционные классические ASA контексты, когда вы могли Firewall поделить на кучу виртуальных Firewall, который работал почти независимо. Вот этого функционала пока еще нет. Он появится в будущем, мы сами его ожидаем с нетерпением. Все остальные функции, поддержка маршрутизации, поддержка системы управления, высокая доступность, кластеризация, VPN в любом виде, поддержка нашего режима работы Trostec, все это есть. А также есть дополнение полностью унифицированное правило. У вас сейчас, вы сейчас можете создавать единое правило из одной таблицы. Есть поддержка большого количества различных гипервизоров. Мы поддерживаем из локальных, это VMware или KVM. Из облачных систем мы поддерживаем Microsoft Azure и Amazon Web Services. И поддержка Remote Access VPNов с простым режимом настройки. Firepower – это наш новый межсетевой экран, который может разворачиваться в разных форм-факторах. Он может разворачиваться на отдельной железке, на отдельном ОСА-устройстве. Он может быть развернут, либо на одной из наших новых железок. Он может быть развернут в виде дополнительного модуля. Если у вас уже есть ОСА Firewall, который выполняет какие-то определенные функции, вы можете запустить его в виде отдельного модуля в рамках ОСА Firewall. Он может быть развернут на одной из наших старых платформ. Это старая IPS-платформа, они нам достались в наследство от компании Sourcefire. Там тоже работает FirepowerSoft. Это уже меньше специализированные фаерволы, а больше специализированные системы предотвращения вторжений. Все эти решения работают вместе, и все эти решения управляются под одной единой системой управления под названием Firepower Management Center. Давайте рассмотрим, какой же у нас есть железо, потому что, по сути, все это невозможно без железа. Итак, наша старая линейка фаерволов, ОСАшных, с которыми вы, наверное, хорошо знакомы. Начиная с младшей модели, ОСА 5505. Совсем маленькая модель, но зато очень дешевая. И через линейку моделей ОСА 551512X, линейки среднего уровня, и, наконец, старшие наши модели фаерволов ОСА 5585X с соответствующим набором модулей. Мы постепенно меняем наше оборудование. Ну, объективно, вот эта старая линейка иксовых фаерволов, она у нас появилась, по-моему, лет 8 или 9 назад. Кажется, году где-то в 2008 она была анонсирована, если не в 2007. Прошло 8 лет. За это время изменилось очень многое, и изменились требования, что не было важно, изменились требования к пропускной способности каналов связи. Сейчас уже вопрос в том, какой у вас канал. Во многих случаях нам отвечают гигабит, выход в интернет. Все, нам нужно защищать гигабит, и, к сожалению, предыдущие модели, они не поддерживают такие скорости. Поэтому мы начали разработку новых моделей. Это уже не ОСА. Это уже модели, которые у нас идут под общим индексом Firepower. Для начала самая старшая модель. Операторы связи. Большие цоды. Firepower 9300. Модульная модель с возможностью установки трех дополнительных security модулей. Модель, назовем это так, немножко более младшая. На самом деле она по производительности превосходит практически всю нашу предыдущую линейку. Firepower 4100. Одноюнитовое устройство. Архитектурно она полностью повторяет устройство 9300 за исключением количества модулей. По производительности чуть-чуть ниже. В обе модели есть возможность устанавливать дополнительные интерфейсные карты. 9300 поддерживает интерфейсы до сотни гигабит. 441 поддерживает интерфейсы до 40 гигабит. С возможностью установки модулей fail-to-wire для работы. И, наконец, у нас оставалась незакрытой наша средняя линейка Internet Edge. И вот недавно мы анонсировали, я очень рад вам это представить, нашу новую модель под названием Firepower 21 серии. Это наша новая модель Internet Edge Firewall, которая идет сейчас на замену средней линейке Asashi. Firepower 21 серии – это четыре устройства с разной производительностью, от двух примерно до 10 гигабит, которая поддерживает до 16 интерфейсов, до 16 модулей. Работает она под управлением программного обеспечения Firepower, поддерживает функционал, полный функционал Next Generation Firewall. Управляется, в свою очередь, либо с помощью централизованной системы управления Management Center, либо с помощью автономной системы управления Firepower Device Manager. Как я уже сказал, четыре модели, Firepower 2110 до Firepower 2140. Они, как бы, их можно разделить на две группы. Вот 10-й и 20-й – первая группа, и вторая группа – это 30-й и 40-й. 30-й и 40-й – 10-й и 20-й интерфейсы гигабитные, 30-й и 40-й интерфейсы 10-ти гигабитные. То есть 12 гигабитных, 12 10-ти гигабитных портов, по-моему, очень прекрасная плотность портов, и специально построенная архитектура. Те из вас, которые сталкивались вот с Next Generation Firewall'ами любых вендоров, вот может знать, когда вендор, там, например, пишет в дата-шите, производительность Firewall'а 10 гигабит, производительность Next Generation Firewall'а 500 мегабит. Как только включили, производительность Next Generation Firewall'а с включенным IPS'ом, системой предотвращения вторжений, 250 мегабит. Да, такое бывает. Я такое видел во многих дата-шитах. Проблема в том, что, да, современные межсетевые экраны, они очень умные. Они умеют обрабатывать приложения, они умеют строить правила, они умеют включать систему предотвращения вторжений, но все, что они включают, требует вычислительных ресурсов. Поэтому, как только мы включаем дополнительный функционал, у нас просаживается производительность. Чем больше функционала у нас есть, тем ниже у нас производительность. И очень неприятно бывает купить мультигигабитную коробку и потом выяснить, что у вас эта мультигигабитная коробка в лучшем случае поддерживает половину вашей требуемой пропускной способности и ничего вы с этим делать не сможете. Формально у вендора записана, да, действительно производительность, несколько гигабит. Мы построили наш Firepower 210 архитектурно таким образом, чтобы для стандартных функций, а именно при выполнении функционала Next Generation Firewall, либо же при включении соответствующего функционала защиты от угроз, которые здесь идут под индексом IPS, производительность не менялась. В результате замерили производительность на ряде тестов и получили примерно такие параметры производительности, начиная от почти 2 до 8,5 гигабит. Внешний вид это одноюнитовая железка на 21, 10, 20 и 30 и 40 немножко отличается. На 10, 20 16 портов гигабитных, 4 SF-пишки. На 30, 40 у нас может быть установлено уже 24 порта, из них 12 10 гигабитных портов. В старшей модели есть возможность установить дополнительный блок питания для того, чтобы запустить его в работу. Архитектура 21 серии. У него достаточно интересно построена архитектура. Давайте я вам о ней расскажу. Итак, как у нас обрабатывается пакет? Практически на всех наших ослах Firewall и на Firepower Firewall тоже. Для входящего пакета применяется ряд правил. По порядку ограничения полосы пропускания. Мы смотрим на надтрансляции, мы смотрим маршруты, мы смотрим, где есть ли поток, мы декодируем layer 4 заголовок и так далее. До тех пор, пока этот пакет не пройдет все стадии обработки. Дальше традиционный ASA Firewall кидал пакет на исходящий интерфейс. Next Generation Firewall поступает немножко по-другому. Он бросает пакет на дополнительную обработку. Здесь у нас включаются функции предотвращения вторжений, контроля приложений, обнаружения файлов, при необходимости мониторинга трафика, для того, чтобы мы могли вам предоставить дополнительную информацию. И после выполнения этих функций пакет наконец-то уходит в исходящую очередь, где к нему тоже применяется определенный набор правил для исходящей очереди. Сама архитектура системы, она позволяет сбросить пакет, применить соответствующее правило на любом этапе проверки. То есть если у нас идет первая стадия проверки, и мы выясняем, что нам необходимо сбросить, мы блокируем доступ, условно говоря, просто по IP-адресам, мы можем спокойно сбросить этот пакет на первой стадии проверки, не занимаясь дорогостоящей проверкой далее. Если нам нужна расширенная безопасность, прекрасно, мы запускаем систему расширенной безопасности и можем сбросить пакет уже с помощью дополнительных правил. Там Security Intelligence, IPS пакет может сбрашивать, URL-фильтрация тоже у нас может сбрасывать наши пакеты. И, наконец, на проверке исходящих пакетов, это еще один пункт, где у нас проверяются пакеты. Для этого в рамках системы управления создается одна единая унифицированная политика доступа. Эта политика доступа включает в себя как правило, традиционное фаервольное правило, layer 3, layer 4, access control листы. Ничем не отличается от тех ACL, которые вы там видели, только вид у них, изображение у них графическое. Либо же включается layer 7 ACL. Здесь у нас уже идет контроль приложений. Прекрасно, мы запрещаем всем нашим пользователям внутри использовать Skype. Или нажимать на кнопочку лайк в Фейсбуке, если мы захотим. Или выходить на определенные URL-категории. Или мы подключаем внешнюю систему контроля угроз, внешнюю, точнее, фид, который нам выдает угрозы, и блокируем весь трафик на основании этого фида, например, из какого-то набора цертов. Это все делается с помощью layer 7 politic. В том случае, если у нас настроены дополнительные правила, если настроена система security intelligence, если у нас настроены правила идентификации, если мы хотим контролировать SSL-трафик, то все эти пакеты будут отправлены на расширенную проверку. Так вот, для того, чтобы ускорить работу системы и упростить проверки, система построена по принципу двухпроцессорной архитектуры. У нас есть набор процессоров, которые отвечают за расширенные проверки. Это стандартный x86, на котором крутятся соответствующие процессы, занимающиеся расширенными проверками. Контроль приложений, ну то, что я уже говорил, контроль приложений, security intelligence и так далее. И у нас есть отдельный сетевой процессор, он называется Acteon, Acteon NPU, который выполняет stateful инспекцию. Это работа, связанная с NAT, VPN, маршрутизацией, дополнительными косами, stateful firewall, high availability. Все это возложено на сетевой процессор. Именно такая архитектура позволяет нам достичь нормальной производительности и не ронять нашу производительность, поддерживать постоянный уровень производительности вне зависимости от включенного функционала. Вот что у нас включено в расширенную инспекцию. Это контроль приложений, это next generation IPS, это контроль трафика, контроль вирусов и вредоносного кода. Это система security intelligence, это URL фильтрации и, наконец, идентификация пользователей. Если в правиле есть там построенном какой-то из этих запросов, прекрасно, мы все уходим на расширенную инспекцию. Если этого запроса нет, либо же, если у вас есть определенные потоки трафика, которые являются доверенными, у вас работает внутри сети бэкап, который проходит через firewall, либо у вас гоняется видеотрафик какой-то, который изначально представляет из себя такой чистый UDP-шный стрим, и гонять его через процессор firewall в принципе нет никакого смысла. Все эти потоки могут быть принудительно направлены на... на сетевой процессор для минимальной обработки и для минимальной загрузки процессора. У нас прошла инспекция, у нас есть действие определенной инспекции. Оно в системе управления называется FastPass. Прекрасно, мы ничего дальше не отдаем, не обрабатываем, мы отдаем все обратно на сетевую карту. У нас идет инспекция, у нас идет действие анализа, у нас есть дополнительные механизмы, включенные в нашу Access Control Policy. Мы отдаем на расширенную инспекцию. этот пакет, получаем результат этой расширенной инспекции, либо сброс трафика, либо его отдачу, и после чего отдаем пакет обратно на наш пункт назначения. Вот такая архитектура у нас достаточно интересная, которая позволяет нам убрать вот этот самый очень-очень неприятный пункт, связанный с потерей производительности при включении расширенной инспекции. Пару слов про наши старшие железки. Firepower серии 4100. Это мощная мультисервисная платформа. Это такая мощнейшая молотилка трафика. Там в каждом из них работает где-то, по-моему, от 16 до, кажется, 64 процессоров. Здесь уже нет такой хитрой архитектуры. Чистая мультипроцессорная обработка, x86 процессора. Для разгрузки потоков используется немножко другой механизм. Здесь есть специальная сетевая карта, которая обеспечивает эту разгрузку с помощью того же самого набора правил. Но на старших моделях Firepower вы можете запускать, кроме основного софта, на нем может работать как софт ASA, так и софт Firepower, вы можете запускать еще дополнительный программный модуль. Этот программный модуль обеспечивает проверку. И сейчас у нас доступен программный модуль от компании Radware. Мы его уимим, и это превращает решение в полноценное анти-дидос решение от компании Radware. 9300 архитектурно ничем не отличается от 4100. Тут скорее наоборот, 4100 архитектурно ничем не отличается от 9300. Из 9300 выбросили пару дополнительных модулей и ужали его до одного юнита. Все остальное то же самое. Эти две железки отличаются между собой только и исключительно производительностью. Итого у нас сейчас есть вот такая вот наша линейка Firewall. Это новое устройство Firepower серии 21 с производительностью примерно 2 до 8 гигабит. Старшая модель из 41 серии и 93 серии с производительностью в режиме работы Firepower Threat Defense Next Generation Firewall до 53 гигабит. А с возможностью кластеризации можно поднять этот параметр примерно до 300 гигабит. В будущем это где-то будет порядка терабита. Программное обеспечение, которое работает на всех наших аппаратных платформах, которые сейчас есть. Итак, старые модели ОСА Firewall. На них работает ОСАшный софт, на них работает тот же ОСАшный софт, но с сервисами Firepower, и на них работает Firepower Threat Defense. Вы можете спокойно мигрировать между тремя видами софта. Замена ОСА софта на Firepower Threat Defense не требует никаких затрат. Это исключительно загрузка нового образа у нас с сайта и его развертывание. Там автоматически по нулевой стоимости идет базовая лицензия, предлагающая Next Generation Firewall. Firepower 2100 все модели. Это новый софт Firepower Threat Defense. 4100-9300, на них может работать как классический ОСАшный софт, так и новый Threat Defense софт. ОСА 5585. ОСА 5585 это модульная конструкция. В одно устройство может вставляться два модуля. Это называется SSP. И на одном модуле всегда работает ОСАшный софт, на втором модуле могут работать сервисы Firepower. И, наконец, наша старая платформа, это Firepower 7000-8000. Она нам досталась в наследство от компании Sourcefire. Тоже целая линейка моделей. Это скорее для пользователей классических систем предотвращения вторжений. Они больше относятся к категории классических IPS-ов и могут работать в режиме, в системе, как классические IPS-ы с нашим софтом Firepower IPS. Виртуальные среды. У нас есть набор решений для виртуализации. Сейчас поддерживается в виртуальном виде как ОСА, так и Firepower Threat Defense. Threat Defense у нас работает на VMware и KVM, плюс работает в облаках. Это Amazon Web Services и Microsoft Azure. ОСА, в свою очередь, на данный момент работает везде. VMware, KVM, Hyper-V, AVS, Azure. Где угодно вы можете запустить ОСАшный софт. Next Generation Firewall, он для Hyper-V дописывается. Я надеюсь, что в скором времени он будет доступен. Ну, платформы платформами, но эти платформы надо как-то управлять, и именно их нужно как-то настраивать. Рассмотрим, что у нас есть в качестве систем управления под те наши платформы. Традиционно наши ОСА Firewallы, основная система управления, называлась командная строка. Все подключались, управляли ее командной строкой. Где-то, буквально несколько лет назад, периодически использовали, есть такой локальный менеджер, ASDM. ОСА Security Device Manager. Ну, надо сказать, это такой небольшой софт, который базируется на Java. И знали бы вы, сколько крови из нас выпили наши разработчики, пока мы наконец их заставили дописать это, сделать его нормальным. Чтобы он запускался на всех версиях Java, чтобы он хотя бы относительно не глючил и выглядел адекватно и хорошо, и позволял действительно управлять устройством. Это у нас заняло очень много времени. Я его не очень люблю, но именно из-за Java. Я вообще не люблю Java Soft, из-за дырявоски самого продукта. Для управления новым Firepower используются три платформы. Я в основном сделаю упор на две из них. Одна называется Firepower Device Manager. Firepower Device Manager – это система автономного управления для каждой из платформ. И система централизованного управления – Firepower Management Center. Это уже полноценная система управления, мониторинга и корреляции событий. Собственно, про FDM долго рассказывать не нужно. Это очень простая система управления. Она бесплатная. Она управляет ровно одним локальным устройством. При первом запуске предлагает вам биллер для настройки устройства и позволяет ввести устройство в эксплуатацию для небольшой сети буквально за время 10 минут. Вы вводите исходящий адрес, внутренние адреса сетей, говорите «да, я хочу запустить», оно запускается, и у вас автоматом применяются соответствующие правила NAT для доступа во внешний мир. Если это устройство с несколькими портами, то создается некий бридж между этими несколькими портами, чтобы вы тут могли включать свои компьютеры. И обеспечивается простой контроль трафика. Все. Здесь нет глубоких настроек. Здесь простая система мониторинга. Но в целом для того, чтобы запустить в работу систему в небольшой сети, она прекрасно подходит. Она позволяет вам мониторить за трафиком, мониторить, куда ходят пользователи. Здесь нет возможности поиска, например, детальных запросов, как это есть в более больших системах. Но свою функцию она прекрасно выполняет и очень быстро работает. Firepower Management Center, в свою очередь, отличается. Это не только система централизованного управления, вот как ее понимают, в том, что мы сейчас настроим все устройства. Она поддерживает все модели Firepower. Она поддерживает унифицированное управление политиками. И она поддерживает очень-очень большое количество другого функционала. Вот он здесь немножко перечислен. Она поддерживает создание детальных отчетов, поддерживается корреляция событий, поддерживается мониторинг всех событий безопасности, поиск, детальный поиск по событиям безопасности, возможность создания дополнительных автоматизированных правил реакции на эти события безопасности. Чуть позже я вам приведу пример того, как она работает и что мы вообще умеем делать с помощью системы Firepower Management Center. Конфигурирование старых фаерволов и новых, асашных и Firepower, оно отличается, настройки отличаются. И как это было раньше, напрямую перенести конфигурацию из старого устройства путем апгрейда его на новое нельзя. Для этого мы сделали специальный механизм с возможностью миграции конфигурации с осы на новый Firepower Threat Defense. У нас существует утилита миграции, попробовать ее вы можете у нас в D-клауде. Она доступна для миграции, если у вас есть осашка, вы ее можете смигрировать и посмотреть, как будут выглядеть ваши новые правила в фаерволе Firepower Threat Defense. Есть загрузка конфигурации, есть возможность загрузка политик, вы получаете детальный отчет о результатах миграции. Поддерживается большое количество наборов правил, работает начиная с версии ОСА 9.1 и старше. Ну и проверяли мы с 10 тысячами различных ОЦЛ, и больше у нас просто не было возможности проверить. Должно работать и на большем количестве. На этом количестве оно работает абсолютно точно. Что у нас есть, кроме традиционного фаервольного функционала, в нашем Firepower Next Generation фаерволе? Это идентификация пользователей, чтобы построить правила на основании имен пользователей, принадлежности их группам. Вы можете интегрировать систему с Active Directory, вы можете использовать наш ICE в качестве внешнего агента для интеграции системы, и для терминальных сред есть специальная версия терминального агента. Она называется VDI. Всегда существуют определенные проблемы, когда мы сталкиваемся с терминальными серверами. Все пользователи у нас выходят под одним IP-адресом. Отделить пользователей одного от другого очень сложно в случае наличия терминальных серверов, и вот эта вот система позволяет нам четко разделить сессии терминальных пользователей. Это аутентификация. Если у нас нет возможности идентифицировать каких-то пользователей, ну, как-то они подключаются странно, либо вообще пользователь пришел с левым устройством, включился в сеть, он у нас гостевой, или еще как-то, можно его принудительно аутентифицировать. Прямо традиционно выпадает окошко, введите, пожалуйста, логин, пароль, аутентифицируем пользователи, либо с помощью, там, NTLM Kerberos, либо напрямую стандартной HTTP Basic аутентификации. Это поддержка различных косполитик, это работа с туннельным трафиком. Если мы встречаем какой-то туннель, какой-то GRE-туннель, то этот GRE-туннель можно дополнительно еще раз внутри завернуть на сам Firepower, его там разобрать и посмотреть, что находится внутри этого GRE-туннеля. Таким образом, защитившись от определенных угроз внутри GRE. И, наконец, это еще одна функция, она называется FlexConfig. Устройство новое, я вам напоминаю, мы поддерживаем практически весь функционал ASY, но, к сожалению, вопрос в том, что написать программный код и написать потом внешнюю обвязку вместе с визардами, которая вам позволит этот функционал настроить, это две разные вещи. Поэтому то, что мы не успеваем сделать, мы вынесли в так называемый FlexConfig. Это возможность ввести традиционные команды ASY и настроить вам соответствующий функционал, так как вы это настраивали в ASA Firewall. Поддерживается подмножество функционала, поддерживается настройка протоколов маршрутизации, здесь поддерживается детализирование нашей системы Application Layer Gateway. Это все вынесено на данный момент во FlexConfig, чтобы можно было заняться другими, более важными вещами. Интеграция с нашим Identity Service с Engine практически полная. Интеграция с PX Grid мы получаем из ASA имя пользователя Active Directory, мы получаем метки TrossSecSGT. Вы можете реализовать управление на основании большого множества атрибутов. Вот как это выглядит с точки зрения интеграции непосредственно из консоли управления. Выбираете атрибут и по этим атрибутам, по другим параметрам вы реализуете доступ пользователей на основании информации, которые вы получаете из ISO. Система Application Visibility and Control. Мы поддерживаем несколько тысяч приложений, мы поддерживаем еще большее количество микроприложений, это деятельность пользователей внутри одного приложения. Мы можем детально анализировать эти приложения. Мы достаточно хорошо, я вот периодически проверяю на своем лабораторном устройстве, как он отрабатывает Skype. Вот где-то там несколько месяцев назад было просто все великолепно, сейчас не знаю, давно не проверял. Несколько месяцев назад вот детальная блокировка Skype, заблокировать там, заблокировать отдельно Skype чат, пожалуйста, заблокировать отдельно там Skype фото, передачи файлов, пожалуйста. Разрешить Skype чат, запретить Skype голос тоже великолепно, запрет Skype видео тоже великолепно работал, детально, гранулированно. Работая в том числе, например, с мобильными приложениями, я проверял там Skype с телефона, подключался на компьютер. Все отрабатывало прекрасно. Как будет сейчас, например, не знаю, потому что Microsoft вроде в очередной раз там поменял протокол, успели ли наши дописать, я не знаю. Но поэтому здесь могут быть определенные моменты, всегда нужно проверять. Это, разумеется, поддержка COSA. Политика Quality of Service, отдельная политика, которая позволяет назначать нам скорости на отдельные пользователи, на отдельные объекты, на отдельные сети. При этом эта политика не связана у нас с контролем доступа. Она работает сама по себе, а политика контроля доступа работает сама по себе. Если у вас есть кастомное приложение, либо вы сталкиваетесь с каким-то неизвестным приложением, в Firepower встроена полная поддержка, так называемого OpenUpID. OpenUpID – это open-source механизм обнаружения приложений. Работает он на базе несложного языка. При желании вы можете даже сделать захват пакетов и засунуть эти пакеты в детектор приложений и сказать, окей, это будет мое приложение. И он будет на основании какого-то паттерна в этих пакетах выполнять поиск приложений. Либо же заказать разработку или разработать самим новое приложение на базе OpenUpID. Использовать его внутри себя, либо выложить этот детектор во внешний мир, для того, чтобы его использовали все остальные. Система обнаружения вторжений. В Firepower встроена полноценная система обнаружения вторжений. Вообще этим и отличается глобально сам принцип создания Firepower как такового. Обычно большинство Firewall строят вокруг какой-то системы блокирования трафика, а потом на него навешивают систему предотвращения вторжений. У нас наоборот. Firewall-ный функционал начал строиться именно вокруг системы предотвращения вторжений. Внутри Firepower в качестве системы предотвращения вторжений используется Snort. Open-source Snort. Коллеги, знаете, что такое Snort? Слышали? Да, используется традиционный Snort, переработанный, его коммерческая версия. Собственно, один из разработчиков и создателей Firepower, Мартин Рош, он же был разработчиком и создателем Snort, и он сейчас у нас является вице-президентом. Здесь поддерживаются все правила Snort. Здесь поддерживаются... мы активно работаем со Snort-сообществом для поддержания правил, но Firepower идет намного дальше с точки зрения работы с правилами и работы с угрозами. Я вам дальше покажу, что мы умеем с ним делать. Обнаружение вредоносного программного обеспечения. Это обеспечивается модулем под названием Advanced Malware Protection. Advanced Malware Protection с возможностью глубокого анализа файлов, с возможностью детальной записи того, как этот файл передавался между рабочими станциями и ретроспективного анализа. Смотрите, как это выглядит в реальной жизни. Итак, мы зафиксировали передачу некого одного файла. Дальше через... мы не знаем еще ничего про этот файл, не знаем его состояние. Дальше файл у нас передается еще раз между некими рабочими станциями, и потом наша облачная система зафиксировала, ага, этот файл оказался у нас плохим. Окей, хорошо, мы меняем вердикт, мы предупреждаем администратора, мы говорим администратору о том, что данный файл являлся в реальности плохим, и мы позволяем... еще раз назад... и мы позволяем уже вам принять решение о том, что делать с этим файлом, проверить все рабочие станции. В том случае, если на рабочей станции у нас была система локальной обработки файлов, это тот же самый AMP, только для рабочих станций, вы получите уведомление о его блокировке, и когда этот файлик еще раз попытается пройти, файлик будет остановлен. Поскольку, да, вердикт изменен. К сожалению, не всегда есть возможность остановить все файлы непосредственно на шлюзе. Это может быть абсолютно новый вредоносный код, о котором еще никто ничего не знает, о котором информацию мы получили немного позже. Если у вас работает традиционный сигнатурный антивирус, где угодно, например, на том же самом шлюзе, на прокси-сервере, на почтовом сервере, неважно, файлик у вас через него прошел, вы о нем ничего не знали, через час антивирус обновил сигнатуры, ну все, уже файлик прошел, он где-то у вас находится внутри. Вот здесь основной вопрос, где он у вас находится внутри. Вы можете получить ответ на этот вопрос и детально проанализировать информацию о том, кто каким этим файликом, кто где обменивался этим файликом. Защита веб-доступа. Это база данных URL-категорий. Детальная база данных, несколько сот миллионов URL-категорий, 80 различных категорий, управление списками на уровне разрешить, запретить, либо же выдать предупреждение о недоступности какой-либо категории. Аналитика. Аналитика не совсем относится к числу URL-категорий, но это возможность подключить какие-то внешние потоки информации и категоризировать URL-и, либо на базе, как дегридировать плохие URL-и, либо на нашей базе, либо создать свою собственную базу данных, с помощью которой блокировать доступ к каким-либо изначально плохим URL-ям, списки от которых вы можете получить из разных источников. Мы предоставляем там свои собственные списки. Вы можете использовать списки из других источников информации. Контроль зашифрованного трафика. Наверное, сейчас это уже, этот функционал относится к категории практически стандартных, который должен присутствовать, ну, наверное, везде, с учетом того, что по последним, там где-то приблизительно последняя статистика, сейчас где-то порядка половины трафика, половины HTTP трафика уже идет в зашифрованном виде. У нас есть соответствующие механизмы контроля зашифрованного трафика. Никаких чудес здесь нету. Это традиционный SSL main and middle. Ничего пока что лучше не придумали. Вы можете контролировать трафик, вы можете контролировать алгоритмы шифрования, вы можете контролировать сертификаты, которыми обмениваются между собой различные устройства. Анализ DNS трафика. Это тоже система Security Intelligence. Весь список плохих DNS доменов, которые у нас есть, мы отдаем в виде потока информации на Firepower, и вы можете заблокировать доступ к этим плохим DNS доменам. Не только напрямую заблокировать доступ. Есть обычно одна проблема. Когда приходит плохой DNS-запрос, он идет на пограничный Firewall, только он приходит из DNS-сервера. И кто инициировал изначально этот запрос, вы не знаете. Нужно лезть в логи DNS-сервера и смотреть, что там происходило в DNS-сервере, собирать этот анализ и коррелировать его, например, с помощью внешней CM-системы. Firepower может отдать в виде ответа, у него есть поддержка режима, как мы называемый DNS-запрос. Он может перехватить этот ответ и отдать в виде результата какой-нибудь IP-адрес. Например, какой-нибудь IP-адрес специального сервера, установленного внутри вашей сети, который рассчитан на то, чтобы перехватывать все плохие запросы. Это такие внутренние ханипоты, на котором работают все порты, все протоколы, и вы отслеживаете просто все подключения к этому серверу. Он отдает этот адрес, в результате чего клиент, который изначально запросил плохой ресурс, он подключится к вашему Synchall-серверу. Вы отследите, кто это был, что он попытался сделать, и, может быть, поймете, что находится в этой сети. Давайте рассмотрим, как вообще в реальности работает Firepower, что он умеет делать, кроме того, что вы можете рассегментировать сеть и построить красивое правило доступа. Поскольку один из основных функционалов сейчас, который возлагается на межсетевой экран, и для чего, почему был определен межсетевой экран нового поколения, это защита от угроз и защита от различных видов атак. Все это мы будем делать с помощью нашего Firepower Manager. Firepower Manager – это не только средство для настройки, и не только средство для быстрой оценки. Это также средство для создания детальных политик корреляции. Firepower Management Center работает с точки зрения контекста. Firepower Management Center, когда он видит любой угрожающий трафик, он помещает эту угрозу в контекст с точки зрения вашей сети. Он вам может сформировать те данные, на которые вы можете реально реагировать, вместо того, чтобы насыпать вам большим количеством различных запросов. И он имеет прекрасные механизмы для автоматизации. Такая очень сложная схема, там, визуализация источников событий. Откуда мы получаем различные события, и откуда они к нам поступают. Ну, на самом деле, у нас действительно очень большое количество различных источников событий. Мы используем Security Intelligence, мы используем расшифровку SSL, мы используем URL, мы используем Identity, мы используем файлы и так далее. Несколько параметров, на которых стоит обратить внимание при работе с Firepower. Это первый, индикатор компрометации. Индикатор компрометации говорит вам, что произошло одно событие, либо нескольких событий, которые требуют внимания, которые направлены непосредственно на рабочую станцию, находящуюся внутри вашей сети. В индикаторе компрометации включаются обращения к командным центрам управления. Это событие, связанное с возможной компрометацией. Это событие, возможно, связанное с подключением к плохим узлам, которые мы получали из Security Intelligence. Это событие Advanced Malware Protection, попытки передачи различных файлов вредоносных кода. И, наконец, это возможность автоматически поднять флажок индикатора компрометации с помощью набора внешних правил. События вторжения, которые происходят. События вторжения у нас работают с помощью набора снортовских правил. Снортовские правила работают согласно направлению. У вас есть внешняя сеть, внутренняя сеть. Кто кого атакует? Либо внешняя сеть внутреннюю, либо внутренняя сеть внешнюю. От этого зависит появление соответствующего события. События снорт коррелируются всегда с так называемым профилем узла. Система постоянно анализирует проходящий трафик. На основании пассивного анализа трафика создается так называемый профиль узла. Профили всех узлов объединяются в карту сети. Профиль узла включает в себя набор простой информации, которую мы можем собрать в виде IP-адресов и MAC-адресов. Он включает в себя операционную систему, которую мы смогли обнаружить, сервисы, которые работают за этим узлом, приложения, протоколы. И вот вся предыдущая информация, сервисы, приложения, протоколы, они еще объединяются с дополнительной информацией. Это уязвимости, существующие на хосте. Уязвимости мы получаем из отдельной базы данных уязвимостей, коррелируя, собственно говоря, все предыдущее. База данных уязвимостей регулярно обрабатывается. Еще один параметр, тоже такая сложная схема с целой кучей стрелочек. Это так называемый уровень влияния, флаг импакт. Когда у нас происходит какое-либо событие безопасности, то, напомню, у нас есть наш профиль узла. У нас есть уязвимости, операционки, открытые порты, мы все знаем об устройстве. Так вот, когда у нас происходит какое-либо событие безопасности, мы обнаружили, что что-то произошло не то в сети, кто-то пытается, например, нас атаковать, внедрить шелкод. Мы зафиксировали эту попытку внедрения шелкода. И дальше мы соответствуем. Ага, вот у нас прошла попытка внедрения шелкода. А куда она прошла? Она спрашла на какой-то хост. Есть ли на этом хосте релевантная операционная система? Есть ли на этом хосте открытые порты? Работает ли соответствующее приложение? Если вся эта информация совпадает, у нас совпадают IP-адреса, у нас есть наличие потенциальных уязвимостей, то уровень влияния будет один. Скорее всего, мы атакованы, и атака может быть успешной. Если у нас какой-то из параметров не совпадает, если, например, у нас открытый порт, но сервис либо не работает, либо мы о нем не знаем, либо мы не знаем об уязвимости, то тогда у нас событие уровня 2. И так далее. Событие уровня 3, событие уровня 4, когда мы не знаем о том, что такого хоста у нас нет, либо событие уровня 0, когда данный узел у нас изначально выпал из области профилирования. И все эти события позволяют вам сформировать набор действий для того, чтобы реагировать на какие-либо потенциальные уязвимости внутри вашей сети. Начиная с событий уровня импакт 4, которые происходят вообще вне вашего внимания, и вам они изначально неинтересны, бегает какой-то трафик, он уходит в гостевую сеть, вы его можете проигнорировать, гостевую сеть вы не мониторите. Или бегает какой-то трафик, у вас событие уровня импакт 1, либо же произошел индикатор компрометации и добавлен еще пункт критического ресурса. Вот посмотрим, как это выглядит в реальном мире. Что мы начнем? У нас здесь происходит большое количество событий. Я там просматриваю все индикаторы компрометации. Какой-то дроппер, запуск вредоноса, подключение к CNC, запуск шелл-кода, эксплойт кит. Давайте рассмотрим для примера какой-то из этих событий. Запуск эксплойт кита. Открываем, получаем доступ и смотрим. Ага, эксплойт кит. Как-то достаточно интенсивно все происходит. 76 событий за последнее время. Смотрим на табличный вид. Смотрим, что у нас затронуты 6 хостов. Проанализируем один из этих 6 хостов. Хост с адресом 12.147. Дальше. Смотрим на адрес этого хоста. Смотрим на все индикаторы компрометации для этого хоста. Довольно много. Тут происходит много чего интересного на этой машине. Здесь работал у нас intrusion event, это IPS exploit kit. Здесь у нас был задетектирован дропер инфекция с помощью локального агента. Здесь у нас был задетектирован вредоносный код с помощью системы передачи файлов. И еще вдобавок было задетектировано подключение к CNC. Много чего мы обнаружили. Давайте углубимся в один из этих событий. Смотрим, что же у нас было задетектировано под exploit kit. Ага, здесь довольно простое правило. Но, кстати, может оказаться очень полезным. Правило у нас всего лишь фиксирует прохождение исполняемого файла. Попытку загрузки стандартного исполняемого файла через наш firepower. Мы можем сразу посмотреть на правило, что оно делает. Даже посмотреть на код этого правила. Здесь у нас в файлике детектируется определенный контент. MZ, который свидетельствует о начале исполняемого Windows файла. И детектируется еще дополнительный контент, там, PE, говорящий, что это Windows исполняемый файл. Вроде как, ну, мало ли кто что загружает, какие исполняемые файлы. Вроде как ничего страшного не должно быть. Но давайте мы посмотрим дальше. Что это было за правило? Ага, этот хост у нас подключался. Он у нас пять раз отправлял файл и один раз этот файл получил. То есть как-то вот количество таких событий было достаточно велико. На это стоит обратить внимание. Но давайте мы проверим, может быть, такой же файлик что-то у нас происходило мимо нашей системы предотвращения вторжения. Может, еще какой-то механизм его зацептировал. У нас есть три дополнительных механизма, которые нам говорят о наличии этого файла. Обратимся к malware. Да, файл действительно был передан. Да, файл является вредоносным. Он у нас указан в сводке вредоносного ПО. И мы можем посмотреть, где он еще был в этот файлик. А файлик у нас был еще много где. У нас гораздо больше фактов передачи, гораздо больше пораженных хостов. У нас был установлен локальный агент, AMP for Endpoints. Но, к сожалению, судя по всему, на нем не был включен карантин, поэтому он не отработал. Он как бы задетектировал, сказал, я тут, я задетектировал, но с файлом он ничего не сделал. Что ж, мы все знаем. Мы теперь знаем теоретическую область поражения. Мы знаем сам файл. Теперь мы можем начинать действовать. Мы можем изолировать эти узлы изначально от сети. И мы можем изолировать все эти узлы и предпринять соответствующий набор действий непосредственно для этих узлов. не оказывая влияния на всю остальную сеть. Можем рассмотреть еще какой-то определенный набор событий. Посмотрим, например, на события уровня Impact 3. IP-адреса отправителя у нас только внутренние. IP-адреса получателя у нас только внешние. То есть Impact 3 означает, что кто-то у нас не подвержен уровню влияния. Но если посмотреть, профили внешних узлов у нас отсутствуют. У нас есть только один профиль, второго профиля у нас нет. Но это может означать, что здесь источником атаки является наша внутренняя сеть. Мы являемся атакующими с такой точки зрения. То есть мы атакуем какой-то внешний узел и пытаемся на него загрузить вредоносный код. Наши хосты инициировали атаку. Можно посмотреть на исходный хост. Можно посмотреть, что у нас происходит за этим исходным хостом. Он целая куча различных индикаторов компрометации с одной стороны. А с другой стороны, он там масса операционных систем. И Ubuntu, и Linux, и Apple Mac OS, и Windows. Вполне возможно, что это какая-то целая сеть, сидящая за НАТО. И у нас в принципе это показано. Над девайс. Либо это хорошо уже качественно взломанное устройство, которое пытается инициировать различные виды трафика. Возможно, это и над девайс. Требует более детального анализа, что у нас находится за этим IP-адресом. В данном случае без знания контекста того, что у нас находится за НАТО, мы, к сожалению, эту информацию не получим. Если у вас, вы видите какое-то нарушение безопасности, назовем это инцидент безопасности, то вы можете пройти по целому ряду действий, проанализировать, куда направлено данное событие, насколько критический этот ресурс, какие события у вас произошли для этого ресурса. Проанализируйте данные, ознакомьтесь с документацией, посмотрите документацию на правила. Может быть, это ложное срабатывание. Может быть, у вас изначально должно это правило срабатывать, потому что у вас такой трафик. Я с таким сталкивался, когда наше оборудование устанавливалось в нескольких компаниях, занимающихся разработкой. Там действительно стоит, программисты что-то там наработали, нагенерировали какой-то трафик, насыпалась целая куча событий различных, связанных с аномальным трафиком. Ну да, они программисты, и они работают с этим трафиком. Как еще больше упростить себе жизнь? А у нас есть еще один механизм, который называется системой корреляции. Система корреляции – это возможность применить стандартный набор правил, там, и, и, или, к событиям безопасности и связать их с каким-то набором действий. Они работают, вот пример, у нас есть защищенный сегмент. Мы хотим обеспечить только HTTPS-ный трафик по 443-му порту. Трафик должен инициироваться узлом в заданном местоположении, трафик идет у нас в сеть PCI. Прекрасно, мы создаем соответствующее правило, мы выбираем два локейшена. Мы говорим о том, что трафик у нас идет только по HTTPS. Все. В том случае, если это правило не будет работать, точнее, если это правило сработает, то система выдаст нам то предупреждение, которое мы захотим. Она нам может выдать предупреждение в виде электронной почты, в виде сислога, бросить сообщение по SNMP, либо запустить какой-то дополнительный модуль реагирования. Правила могут быть очень простые. Появился новый хост в сети. Все, генерировать предупреждение. Правила могут быть достаточно сложные. Правила формулируются на основании определенной логики. Традиционный набор механизмов и или, с помощью которых вы определяете логику создания этих правил. И после создания правила вы включаете соответствующие механизмы реагирования. Два действия. Создается определенное правило на наборе событий. События интружен, события, связанные с дискавери, действия пользователя, узловые события, события, связанные с обнаружением сети, условия и правила корреляции и политики корреляции. Политики корреляции – это уже реагирование. Вы говорите, какое правило у вас сработало и как вы хотите отреагировать. Системы реагирования. У нас есть небольшой набор модулей реагирования. Можете писать свои модули самостоятельно на Перле, Питоне или на обычном Баше. Загружать их напрямую в Appliance и использовать то, каким образом вы их захотите сделать. Все, коллеги. То есть, что мы вам можем помочь и с соответствующим внедрением Firepower, мы вам можем рассказать дополнительно, дать дополнительную информацию по Firepower. Мы можем вам вот в нескольких шагах провести демо. Через наших партнеров вы можете внедрить в Firepower в вашу сеть, провести полноценное тестирование Proof of Value, и после чего благополучно использовать нашу систему.